МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настоящий зал для рыцарей круглого стола, только здесь собирался сенат. По количеству стульев можно понять, что сюда могли приехать делегаты со всех стран и решать какие-то важные вопросы, разумеется. Перед тем, как они собирались здесь, там есть отдельная молельная комната, люди заходили, помолились, и когда их благословил Бог, они могли приходить сюда и начинать заниматься своими делами. Интересны также вот такие уникальные большие подсвечники для таких помещений. Ну и, разумеется, понятно, что это было все сделано из доломита, без единого гвоздя, и все это держалось на вот таких вот арках. То есть это не декор в готическом стиле, а это все элементы несущей части замка, которая веками стоит, и, я думаю, еще столько же простоит. Ну что ж, после того, как люди посовещались, им, конечно, нужно было опочевать, где можно было отведать свежую пойманную рыбку. Здесь был открытый камин, который обогревал это помещение, ну, и в качестве декора, и также люди могли кушать. Ну и здесь сейчас выставлены гербы. Это те самые гербы, которые, когда корабли в море ходили, сзади красовались, ну, которые говорили о их владельцах. Например, вот такой самый старый герб. Либо вот такие уже, в аркаде, больше. Гербочки. Это вообще красавицы. Прям герб-герб такой. Движемся дальше. Двери тоже интересные в гетическом стиле. Смотрите, какой орнамент украшает их. Шикарно. Еще одна комната, где экспозиции разных гербов. Экскурсовода у нас, к сожалению, нет. Но тут и так вроде как все понятно. Розовая комната вдали. С розовым доломитом. И вот эти шикарные гербы из дуба резаной. Итак, помолились, посовещались, покушали. И вот такая комната, где можно было покурить. И, разумеется, уборная. Смотрите, как выглядел туалет. Сюда можно было заходить в туалет, делать свое грязное дело. И уходить. Разумеется, в туалет такая маленькая, никакая дверь. Но чтобы запахов не выходили, закрыли. Так слишком не воняло, потому что кухня все-таки была рядом. Какие-то понятия гигиены их, видимо, были и тогда. Еще один зал. Тут опять вот гербы. Но, судя по всему, количество людей большое, а кухонки маленькие. Поэтому их тут было несколько. Все-таки провизия важная часть любой культуры. И опять интересные гербы. Кораблей было здесь раньше действительно много. Еще одна комната, где экспозиции разных гербов. Экскурсовода у нас, к сожалению, нет. Но тут и так вроде как все понятно. Розовая комната вдали. С розового пудаломита. И вот эти шикарные гербы из дуба резаной. Видите, первое упоминание. 1228 год. И последнее 1458 год. Сейчас мы входим в зал, который посвящен как бы советской оккупации Эстонии. Это был милиционер, а это разбойник. Разумеется, здесь должны быть такие экспозиции, оформленные в комкумачево-красном стиле, рассказывающие о страшном советском прошлом. Без этого уже никуда. Все-таки тоже история. Всевозможные значки, социальные грамоты, награды. Конечно же, всякие там металлические бюсты Ленина, Сталина, Дзержинского, ну и прочих, прочих. Мент стоит здесь такой прикольненький погранец с собакой, с колючей проволокой. Дальше мы переходим в комнату, где уже все спокойно покончено. Здесь ранний период, наверное, существования этого острова со всеми фишками. И что интересно, здесь огромная коллекция оружия, которое можно посмотреть. Ну и вся атрибутика от машин до бытовых приборов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, какой граммофон есть. Дизайнером на вооружении, смотрите, какая кружка. Пол кружки – это заварочка, чтобы чай сюда заваривать, а половину кружки пить. Удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, чем это музей интересен? Тем, что здесь нужно так все отображено от природы и чучел животных до, скажем так, театральных вещей, книг художников, политика. Там русские, немцы, самостоятельные республики. Вообще все здесь. По-моему, здесь можно подискуссировать на любую тему, потому что есть артефакты, реальные артефакты любого периода Эстонии. И здесь можно поговорить и от Эстонии, и межнациональных отношений, и политики, и культуры, и географии, и всем чего угодно. И здесь действительно многие факты, хорошо сохранившиеся в наличии. И здесь действительно можно от философии к практическому применению каждой вещи уйти. Вот это прикольно. Спасибо. 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 И агрессивные. Там вообще, по-моему, ничего не остается. Ну, история есть история, как бы. Все равно интересно посмотреть именно и точку зрения. Почему нет? Вот когда говорят, что Советский Союз был плох, обычно применяются вот эти даты. 91-92. Ну и Сталин. Все. Что интересно, я не нашел здесь ни одной экспозиции о том ущербе, который принес Гитлер и Нацистская Республика. такое ощущение как будто бы они на этот остров не захаживали только советский союз здесь и гулял тоже очень интересный момент мне кажется здесь еще один этаж и для нацистской германии которая тоже наверно внесла какую-то летту для эстонии фишка для детей можно выйти на крышу если не карлсоном то почувствовать себя защитником данного замка за моей стеной спина спина стена и место для обороны здесь можно было обороняться здесь можно было прятаться но учитывая то оружие это больше обзорная башня чем наверное место для обороны совершенно не предусмотрено для обороны сам высота слишком большая для того момента строился замок но тем не менее с нее тоже можно было броня с шоу музей еще один я здесь прекрасный вид вон наш отель в котором мы спали вон еще сеть отелей которые вот около этого заливчика и вон собственно говоря вид на море вид на море волшебный посмотри на него люди сам для релакса приезжает правильно погулять здесь по крыше замка это релакс потому что ты обходишь вокруг всего замка и видишь его со всех сторон и вид на город и вид на отели и вид на парковую зону и вид на море и мне кажется это красиво тихо спокойно солнечно несмотря на то что вокруг еще снег еще весна но уже в прикушении такой хорошей погоды детские каникулы очень хорошо чтобы когда это суета традиционная рабочая атмосфера в сети так ну что пустили строитель на крышу обращаю ваше внимание на то что вот это вот постройка не такая уж старинная у нас есть контур старой крыши видите он здесь явно виден он раньше накрывал дворцовую стену когда я говорил что что-то подозрительно что они не оборудованы для обведения обороны то я тебе предполагаю что здесь были раньше какие-то окошки и эта часть всегда была под крышей продемонстрирую вот где заканчивалась раньше крыша и уходила туда видимо был пожар или какие-то проблемы и раньше крыша опиралась сюда как я говорил ранее чем интересен замок здесь есть абсолютно все понимаете от куриного яйца и всю флора и фауна все животные которые здесь живут до исторических моментов до артефактов до политических моментов кухни и еда связь времен между там 400 летней истории этого места поэтому здесь что интересно здесь отличная площадка для дискуссий на любую тему если есть какие-то там стычки схватки допустим баталий там на какой-то основе когда затрагивает например эстонию то можно сюда приехать в отель снять конференциал и все происходить здесь на месте потому что здесь есть все факты все религии для всех проблем если вам эта хрень не нужна вы просто приехали семьей отдохнуть то заплатив 15 евро в этот замок вы здесь получите полный пакет если вы хотите узнать об этом месте все действительно есть все даже случайных моментах когда случайно нашли где-то на берегу там китай ли рыбу меч они тоже здесь есть абсолютно все вот этому интересно на этот замок где-то отложите если это летнее время с учетом то что башни из кафе это полтора-два часа но если это диме времену хотя бы час он у вас точно идет и побег здесь нужно и эмоции будут с горочкой замок очень хорошая рекомендую для посещения очень хорошие чучела довольно качественные ты вот прямо можно ходить и фотографироваться как бы прям вот с ними как в живой природе прикольные картинки говорил можно прикольно объяснить детям что такое например лось в его натуральную величину то есть вот человек а вот среднестатистический лось насколько он опасен например ну то есть я говорю здесь фактов для любых бесед очень много особенно хорошо за приезжать со школьной экскурсии на любую тему прикольно это находится в подвале замка и выглядит очень шикарно а сейчас мы плавно переместились замок который находится в курицарском дворце и в нем лежат кусочки метеорита которые можно посмотреть то что было доставлено скале с метеоритного кратера она реально на фотографии находится в кали а видеть это можно эти кусочки остатки этих кусочков конечно же остальные где-то в другом месте можно видеть именно замки находится в подвале там где коллекции животными посвящена как бы именно природе есть фотографии как выглядела это научная экспедиция которая занималась этим камешками кусочки метеорита вот их можно посмотреть здесь а а поэтому это 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 Курея по городу заскочили еще в одно место, очень популярное. Это место называется Притсумая гриль-бар. И чем оно интересное? Интересное тем, что оно находится в башенке на самой центральной площади. Сделано из доломита и в деревянном арабском стиле сделаны перекрытия потолка, как можно видеть. Опять свой колорит, мы заскочили попить чайку. В предыдущем нашем путешествии мы заскакивали около замка в таком деревянном домике. И там есть внутри такой английский автобус. И вокруг этого автобуса развешаны на плаках мотоциклы. Тоже такой прикольный антураж, брутальный. Ну, такие заведения здесь, наверное, много. Но вот это уже, наверное, третье, в которое мы заскакиваем и делаем небольшой обзор. Так, ну что, мы легко попили здесь чайку. Обошлось нам это все в 12 евро. Разумеется, покушать здесь, как и везде на острове, наверное, расчет такой, что кружка любого пью в этом в районе 3,5 евро. А средний чек на одного человека, чтобы он от пузо поел, там, первое, второе, плюс деликатес какой-нибудь. А где-то в районе 12 евро. То есть в любой крутой ресторанчик, который заходишь, средний чек 12 евро. Минимум, за сколько можно покушать здесь, это 6-7 евро ночевая, вот, если вы пришли с семьей. Ну, например, как мы. В предыдущих роликах показали, как у эстонцев берут газетки читают, чтобы одна газетка не пачкалась. Вот такая специальная приспособочка, и она есть практически в каждом кафе. Почиталка, положи ее на место. Когда ты путешествуешь по Польше, Латвии, Литве, Эстонии, наверное, есть ряд нескольких популярных блюд, и очень интересно их покупать и сравнивать их. То есть это вот такие жареные хлебца. Они обычно, ну, делаются как пивная закуска, подаются вместе с сыром и другими вещами. И вот каждый из них готовит по-особенному. А почему их надо обязательно заказать в Эстонии? Потому что у них самый особенный хлеб среди всех этих вот стран, которые я перечислил. И хлебца с этого, ну, обалденные, потому что они в хлеб добавляют там, насколько я знаю, морковку, еще какие-то вещи. И это, ну, просто на грани фолла. Такая вкусная вещь. Сейчас мы ее возьмем и продегустируем. Есть его наверняка на горячем. Ну, как я говорил, просто волшебно. Гуляя по рядом моря, холодный, по мозгу и с аренской погоди, по улице, надо забегать в такие заведения и иногда пробовать такие вещи, которые нужно покушать только здесь. Спасибо.